Возникновение ДЭС при движении проводника в магнитном поле. Я хочу обратить ваше внимание, что в нижней части слайда мой электронный адрес и в правом углу нижней части номер слайда. Если возникнут вопросы, ссылайтесь, пожалуйста, на номер слайда, тогда быстрее можно будет отыскать всего к чему. Проблема в чем состоит? Проблема состоит в том, что в настоящее время электродинамика это набор некоторых экспериментальных явлений, экспериментально установленных явлений, которые превращены в некоторые догмы. И на этих догмах строится вся электродинамика. Но догмы приводят к тому, что в некоторых случаях нарушаются фундаментальнейшие законы физики. Например, сила Лоренца является причиной появления ДЭС при движении проводника в магнитном поле. Это записано во всех учебниках. Однако получается, что сила Лоренца работы не совершает, поскольку перемещение и сила под углом 90 градусов, следовательно, работа ноль. Но, тем не менее, в проводнике создается разность потенциалов. То есть возникает потенциальная энергия. Вопрос, откуда она возникает, остается без ответа. И на этом никто не зацикливается серьезным образом. И так этот вопрос является обойденным. Как решается эта проблема в настоящее время? Да вроде бы и никак. Но я вам предлагаю механизм, который позволяет объяснить кухню явления, в результате которого возникает разделение зарядов. ДЭС возникает. Причины бог с ними. Рассмотрим сначала электростатические вещи, которые, в общем-то, обычны. Имеются некоторые носители заряда, расположенные от начала координат на расстоянии B, константа. Энергия, он обладает, электрическое поле этого заряда обладает энергией, которая здесь обозначена электростатической энергией, ЭС индексы. И массой. Естественно, что можно определить параметры этого поля. Так, потенциал. Потенциал здесь я определяю не совсем классическим образом, а производный от энергии по заряду. Но формула получается та же самая, что и в классике. И отсюда напряженность можно взять, как обычно, величина обратная по знаку градиенту. Электрокинетика. Здесь расстояние от начала координат, изменяющееся, скорость умножить на время. Но предположим, что мы рассматриваем тот момент времени, когда это расстояние равно тому самому B, которое в предыдущем случае было. Поскольку поле обладает массой, то, следовательно, оно должно обладать кинетической энергией. Верхняя формула говорит о том, какова эта кинетическая энергия. И одна вторая МВ квадратную, и я преобразую ее, получаю такую формулу. Панологи с электростатикой, производные от энергии по потенциалу, от электрокинетической уже теперь энергии, получаем потенциал электрокинетический, который равен вот одна вторая потенциала электростатического, умноженную на дробь. Ва квадрат на С квадрат. Полный дифференциал потенциала теперь является суммой частных дифференциалов, обусловленных градиентом функции, во-первых, функции φ электрокинетическая, и частного дифференциала, зависящего от скорости движения, скалярного произведения скорости, на градиент электрокинетического потенциала. Если сложить эти две величины, то мы увидим, что вот здесь второе слагаемое, φ электрокинетическое по dz, dz, и здесь та же самая величина, но с минусом. И вот, когда мы складываем эти вещи, получаем всего лишь две, две вот эти вот, два слагаемых вот эти. Вектор напряженности. С учетом того, что электрокинетический потенциал равен вот этой величине, получаем, что напряженность электрокинетическая, имеет две составляющие. Одна составляющая определяется по радиусу, определяется производной электростатической, потенциал электростатического по радиусу, а вторая по аксиальной оси z. Но обратите внимание, что по z с минусом стоит здесь получившаяся величина. А это означает, что электрокинетическое поле имеет напряженность, которая увеличивает электростатическое в радиальном направлении и уменьшает в аксиальном направлении. Это явление достаточно хорошо известно, но все всегда связывали его с тем, что это литийский эффект сокращения расстояний. Здесь он получен совершенно без всяких предположений о этих самых вещах. И кроме того, он очень сильно сейчас нам пригодится для того, чтобы объяснить ту задачу, которая поставлена была с самого начала. Вот получается такое поле электрокинетическое. Разложение вектора напряженности электрокинетического поля вот здесь дано. Вот этот по z направлено на встречу полю, положительно имеется в виду заряженный носитель. Радиальное по полю статическому. Сумма вот такая, в общем, силовые линии вот такой приобретают вид. Вот эту картинку я обнаружил в восьмом году, где-то в девяносто шестом году еще. Достаточно давно. Но применение этой картинки, вот, наконец, дошло дело до того, что я и применил к силе Лоренса ее. Значит, получается, наложение статического поля на электрокинетическое приводит к напряженности по координатам радиальному и аксиальному. Вот таким вещам. Вот то самое увеличение в радиальном направлении и вот это уменьшение в аксиальном направлении. Для тех, кто любит уравнения Максвелла и не может с ними распрощаться, я утверждаю, что эти уравнения удовлетворяют вот этому уравнению Максвелла. То есть это не какое-то экстравагантное нечто. Ну и вообще говоря, сначала самого я получил их как решение этого уравнения. И только потом, это вот буквально год назад, я обнаружил, что если кинетическую энергию дифференцировать по соответствующим параметрам, то получаем то же самое. И, наверное, это и есть физическое наполнение того явления, которое получаем из уравнения Максвелла совершенно формально. Из Максвелла непонятно, что там, что скрывается за этим делом. А мне кажется, что если привлечь кинетическую энергию, то все замечательно получается. Переходим к силе Лоренца. Та же самая картинка, как и во всех учебниках. Есть проводник с током, создающий магнитное поле. И есть перемычка, которая движется скоростью V1. Ток представлен движением носителей заряда лямбда на V2. V2 — скорость движения электронов в проводнике. Для того, чтобы найти ЭДС, которая действует вот в этой перемычке, необходимо перейти в ее систему координат. Вот здесь показано пунктиром эта перемычка, этот проводник с током. И тогда оказывается, что проводник с током движется со скоростью минус V1. Вот эта скорость. В проводнике электроны... Ну, не электроны, а я взял как в техническое направление тока, положительно заряды движутся. Хотя физически электроны, но я взял для того, чтобы не путать вас с векторами в разные стороны. Оправленные получается. Значит, есть скорость V2. И тогда результирующий элемент какой-то проводника с током Дельта Х с величиной Дельта Х. Он движется... Он движется... Сейчас я указатель сделаю нормальный. Вот так вот, наверное. Он движется... Со скоростью V. Этот элементарный участок проводника создаёт в точке, в любой точке, какой-то произвольной точке А перемычки, напряжённость электростатическую. Вот она, Дельта Е электростатическая. Эту электростатическую напряжённость, она, помните, должна увеличиваться в перпендикулярном скорости направления и уменьшаться в продольном. Значит, поэтому я ввожу новую систему координат, которого совпадает. Ось Z совпадает со скоростью V. И перпендикулярное направление. Это ось координат R. Вот здесь её обозначение. И в результате получается электродинамическое поле по направлению R, вектор Дельта Е, Д, Р. И по направлению параллельному скорости. Вот этот векторочек маленький достаточно. Для того, чтобы найти напряжённость вдоль перемычки, необходимо спроектировать эти вектора, два вектора, на продольную ось перемычки. Что я и делаю? Что я и делаю? Вот проекцию на систему координата R и Z. Вот потом на продольную ось перемычки проекции. Потом получаем, в результате усуммирования получаем такую величину. И для того, чтобы найти напряжённость поля, от всех, не только от Дельта Х, но от всего проводника, интегрируем по длине проводника. Результатом получается, что вдоль перемычки в каждой её точке действует напряжённость Е, электродвиживающая Х, которая равна вот этой величине. Для того, чтобы Дельта найти, надо эту напряжённость умножить на длину перемычки. Получаем вот такое замечательное выражение. Это окончательное выражение. Могу сказать, что у нас не потребовалось нигде упоминать магнитное поле. И поэтому это получено совершенно независимо от электромагнитной теории. Сравним с классикой, для того, чтобы узнать, не сочиняю ли я сильно. Известно, что индукция магнитного поля выражается вот такой формулой. Поэтому предыдущую формулу достаточно просто переделывается вот эту. И произведение. Получается, что ЭДС есть произведение индукции на скорость движения В1, скорость движения перемычки. Отсюда получаем полное совпадение с классическим результатом произведения индукции на скорость перемычки и на длину перемычки. Вот и всё, собственно говоря. Механизм. Что хорошо в этом механизме, что плохо. Причиной возникновения является немагнитное поле, электродинамическое поле, созданное в проводнике движением носителей заряда. Магнитное поле никакой роли в создании не играет, самостоятельной роли. Сила, создаваемая напряжённостью, является силой центрального действия. И, следовательно, все законы механики к ней применимы. Никаких казусов с возникновением неизвестно откуда энергии не происходит. Источником энергии, откуда всё появляется, является источником электроэнергии, поддерживающей ток в этом самом проводнике, который создаёт магнитное поле. Потому что, потому как все взаимодействия, взаимодействия в точке А не только возникает действие величины дельта Х, но и наоборот, по закону третьего Киргофа, и на проводник, на носителе заряда в проводнике на участке дельта Х тоже сила в другую сторону направлена. Поэтому эти величины и будучи равные по закону Киргофа приводят к тому, что источником энергии является проводник, движущийся в магнитном поле. Не движущий, а имеющий магнитное поле. Благодарю за внимание, спасибо. И единственное, что хочу предупредить ещё. Поскольку я готовил этот доклад на 10 минут, а, оказывается, по 30 минут даёт в этом году, то у меня ещё по поводу закона Фарадея есть сообщение. А те вопросы, пожалуйста. Движется электрон. Ну, не важно, там заряд, движется электрон. Электрон вещественной частицы, наплевать нам на его заряд, движется вещество. Правильно? Да. Движение вещества вызывает взаимодействие. Так? Или не так? Нет, конечно. Так может тогда без всяких зарядов обойтись. Опять, ничего не понял. Электрон вещество, электрон вещество, электрон есть не вещество, а материальное образование. Вот так сказать. Нет, не вещество. Это материальное образование. Кистица вещества. Кистица вещества. Это не вещество. В виде перпендикулярном магнитным силам допустим. Да. Ну, это в законе. Нет, нет. Это я говорю о векторном произведении скорости на индексу. Слушаю вас. Вы говорите что магнитное поле не принимает никакого участия в этом процессе. Тогда как объяснить магнитный резонанс? С магнитным резонансом если хотите в следующие через два года я доложу об этом. Сейчас я не готов. Я просто не знаком с этим явлением. Но что касается закона Фарадея могу объяснить вот прямо не отходя от кассы что называется. про Фарадея только его определение поля не забудьте пожалуйста хорошо полчаса у меня еще полчаса у меня еще есть о механизме возникновения электромагнитной индукции я подхожу ко всему делу да вот ну классика состоит в том что ДС возникает даже возникает равно минус ДФПДТ где Ф это магнитный поток почему это так происходит вообще никто не знает говорят что так сказал Фарадей ну ладно так сказал да и так сказал и вся электродинамика наша построена о том что так сказал Фарадей я подхожу к магнитному к электрическому полю к некоторому материальному образованию да и материальному образованию кроме того являющийся переносчик силовых воздействий а коль скоро оно является переносчиком силовых воздействий то к нему применимы все законы механики сплошной среды которая тоже передает взаимодействия силовые пусть имеется стержень заряженный который расположен по оси Х вырежем в электрическом поле элементарное вот это кольцо шириной дельта Р сейчас я опять указатель сделаю нормальный вот это вот это кольцо с сторонами дельта Р и дельта Х при движении при движении но что-то не хочет оно поворачиваться при движении получается что да указатель вот так работает получается что элементарный этот отрелочек элементарное кольцо искажается в сечении в поперечном оно приобретает вот такой вид который показан здесь с правой стороны возникают следовательно касательные усилия я нашел касательные усилия здесь определив модуль сдвига вот касательные усилия находится таким образом получается уравнение следующее и зная расстояние размеры кольца нашел касательные усилия которые действуют на это колечко на стороны кольца поскольку информация о движении сигналы в электрическом поле распространяются не мгновенно то на некотором расстоянии получается область поля в статическом состоянии она еще не почувствовала что стержень пришел в движение а на некотором расстоянии поле движется в результате в поле возникают вот силы сдвиговые F1 и FH на расстоянии H потому что опять не работает вот так что получается при этом если H положить равным R0 то есть радиусу стержня то получим что сила действующая на поверхности стержня равна формуле которая внизу слайда находится это сила действующая на фитле заряда может быть легко преобразована в напряженность электрического поля если мы продифференцируем по заряду по плотности заряда по лямбда и по единице длины продифференцировав получаем такое замечательное выражение что в аксиальном направлении имеется напряженность электрического поля картинка характеризующая силовые линии этого поля представлена вот здесь вот это поле появилось вот маленькая параллельная оси X вектор это статическое поле а это результирующее получилось которое в результате движения возникло красным обозначена область та которая движется поле черным та которая еще не движется по стоку до нее не дошел сигнал движения проверка адекватности результата имеется проводник с током ну не проводник с током а тот же самый заряженный стержень мы двигаем с ускорением движем и рамка ABCD естественно что так как стержень движется с ускорением то магнитный поток через ABCD изменяется и по классике должно наводиться ЭДС в этом вот я нахожу ЭДС на расстоянии на стороне AD формула на расстоянии на стороне BC формула на сторонах AB и CD ничего не возникнет не может потому что они перпендикулярны полю обход по часовой стрелке выполняем получаем вот такую сумму которая говорит о ЭДС возникающей в этом контуре вот обозначена эта формула с звездочкой теперь найдем величину ЭДС в том же контрклассическим методом напряженность магнитного поля по закону полного тока магнитная индукция вот таким образом поток магнитной индукции вот нижняя формула самая после чего производная от потока по времени получаем получаем абсолютно ту же формулу которую я раньше получил не прибегая никаким соображениям о магнитных полях а только пользуясь механическим только пользуясь механикой теоретической больше ничем разница между ними между формулами в том что последнее выражение является обобщением экспериментальных данных а полученная вот раньше зависимость моя основана базово в понятиях механики сплошной среды в этом отличие и в этом фундаментальность ее этого найденного результата состоит значит применение механики к исследованию поля дает адекватные результаты для объяснения взаимной индукции совсем не обязательно привлекать магнитное поле закон электромагнитной индукции из разряда постулатов электромагнетизма переходит в разряд явления основанных на теоретическом рассмотрении благодаря за внимание у меня еще 10 минут на вопросы violations досul не заряд движется носитель заряда движется качество inclu исключили заряд электричество материальное аMartin вещественные частица не знаю такое материальные частица электроны материальные частицы которые несут на себе заряд аjm заявить партоном опять хорошо нет Я скажу Как данность вас принимает? Считаете ли вы, что магнитное поле Которое формируется Магнитными силовыми линиями Что самые магнитные силовые линии Являются Вещественными, материальными То есть у них что-то есть Нет, ничего нет Это наша выдумка А что есть? Силу создает Я вам пытался 20 минут рассказывать Что создает Определение поля Парадея Как Парадея определил поле Магнитных силовых линий Выстроенных Железными отпилками Магнитные силовые линии Придуманы для того, чтобы Визуализировать Не, не так сказал Визуализировать Бог с ним Бог с ним Я поле Поле магнитное Вообще Не знаю, что это такое Не хочу узнать Я с помощью электрического поля И механики Получаю все эффекты Я пожал Электрическое поле Оставил одну механику Движение вещества И будет то же самое Изменение вещества Я не знаю, что такое движение вещества Если вы знаете Доложите нам Движение материи Материя не может двигаться Материя в принципе не может двигаться Могут двигаться Образования материальные Но никак не материя Материя это Нечто всеобъемлющее Вещественная частица Или материальная частица Материя Спасибо вам Продолжение следует...